Приближается 1 сентября, но привычный праздник и весь учебный процесс в этом году будет с новшествами. Подробнее расскажет председатель комитета по образованию Татьяна Токарева. 1 сентября во всех школах нашего города будут организованы торжественные линейки для учащихся 1 и 11 классов. В школе номер 1, номер 2 и номер 3 начало торжественной линейки в 10 часов. В школе номер 4 торжественная линейка начнется в 11 часов. При организации проведения торжественных линейок будет соблюдаться социальная дистанция. Родители обучающихся обязательно должны быть в масках. Для всех участников торжественных линейок, в том числе и для родителей, будут обозначены места нахождения. 1 сентября для учащихся со 2 по 10 класс будут проведены классные часы, организованный урок победы, урок безопасности. Обращаю внимание, что для учащихся этих классов уроки начнутся в разное время. Разработан график прихода детей в школу в этот день. Данный график будет размещен на сайте школы и информация до сведений обучающихся будет доведена классными руководителями. Учебный процесс в новом учебном году будет организован по специально разработанному расписанию уроков. В целях минимизации контактов обучающихся разработаны графики прихода детей в школу для каждого класса с указанием места входа. Так как будут задействованы не только центральный вход, но и запасные. В нашем городе во всех школах предусмотрено два этапа прихода детей в школу. Первый этап это с 7.30 до 8.00 для учащихся 1, 8, 9, 10 и 11 классов. И второй этап в период с 8.45 до 9.00 часов 5 минут для учащихся 2, 3, 4 и 5, 6, 7 классов. На всех входах всем учащимся будут измерять температуру бесконтактным термометром. В целях выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, конечно же, кроме кабинетов, которым требуется специальное оборудование. Разработаны графики посещения школьных столовых и буфета, также в целях минимизации контакта обучающихся из разных классов. При рассадке в столовой обязательно будет соблюдаться социальная дистанция. Кроме этого, конечно же, в строгом порядке будет усилен дезинфекционный режим, предусматривающий уборку помещений с применением дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук и применение приборов для обеззараживания воздуха. Факультативные занятия, элективные курсы рекомендовано проводить в дистанционном режиме. Внеурочные занятия будут проводиться как в каникулярный период, так и с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Массовые мероприятия в школах запрещены до конца 2020 года. Также отменяются традиционные родительские собрания. Ученики могут пользоваться средствами индивидуальной защиты по желанию их родителей. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, обязательное ношение масок предусмотрено только для работников школьных столовых. И, конечно же, хотелось бы еще раз обратиться к родителям, чтобы они с пониманием отнеслись к тому, что в этот период допуск родителей в школу будет ограничен. Продолжение следует...